Девушки отдыхают В этот шок начинаешь с болью в сердце смотреть вниз На тот удивительный луг, заросший травой Откуда ты начал свое восхождение Наш дом в Витебске Это мои родные Их дорогие сердцу интонации Живут во мне Согревают теплом Мошек Так всегда звала меня мама Мошек Да, мама Знаешь, Хацкин, у нашего сына талант Мы с ним были в школе живописи Пэна и его приняли. Кто бы мог подумать? Там надо платить. Всего пять рублей. Посмотри. Когда в доме будет порядок. Ну и ну. И за это еще платить? Ну, Хацкель, для счастья мальчика. А помогать мне кто будет? Вот. Мне не жалко. Да. Больше не ждите. Не дам. Такой характер. Он любит вас. Точно, однако. Проходите. Жду вас. Итак, начнем. В работах раннего и особенно высокого возрождения Изобразительные и выразительные возможности рисунка Раскрывали с особой полнотой рисунок Молодой человек. Да вы спите? Виноват. Простите. Это не мой путь. Видали? Еще один художник объявился. Ну и ну. И родился же такой. Пора рассказать о себе. Я не хотел рождаться. В животе у мамы было тепло и уютно. Когда меня вытащили, наконец, на свет Божий, я не дышал. Мне не хотелось жить. В этот день огнем был охвачен весь город. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Жив! 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 Велик маме. Эссоцвей. Баут. Афройдун. Верд. Жив! Папа! Ты где? А где дед? Дед, ты где? Ты что, зачем ты туда забрался? Привыкаю. Скоро я отправлюсь на небо. Все уснули. Даже поговорить не с кем. Хватит сжечь керосин. Я сочиняю стихи. Вырасту, стану поэтом. Будешь гордиться. Сочиняй днем. Это дешевле. Ложись спать. Сочиняй днем. По ночам меня одолевал страх. Мама! Мама! Да что с тобой? Мне страшно. Спи. Завтра рано вставать. Папа берет тебя с собой на работу. Мама. Обитель слез. Озеро скорби. Ранняя седина. Королева. Мама это я. Я это мама. Надо ли говорить об отце? Что стоит человек, которому нет сыну? Почему мне трудно подыскивать слова? Папа. Мошик. Вот тут поставь. Да не туда-сюда. Пора домой. Длинный день. А ведь он прав. Какой из него приказчик? Да не расстраивайся. У нас все чудаковатые родственники. Взять хотя бы тетушек. Мусю, Гутю, Шаю. Верьте мне, они летали без помела. Просто у них были возвышенные души. К тому же это были практичные женщины. Так удобнее добираться до базара, не испачкав обувь. А дядя из Льоза. Вот это ремесло. Мясник за душевные разговоры каждый вечер. Чудак. Папа. Папа пришел. Как день? Знаешь, он очень талантливый. Пусть будет, как хочет он. Художником? Да. Да. В детстве, как все еврейские дети, я подавал таланты. Их у меня множество. Слышите? Это я пою. Вот вырасту, поступлю в консерваторию, стану кантором, мама будет гордиться мной. КОНЕЦ Ну, сколько можно пилить на весь дом? И чем ты занимаешься? Хацкель, иди сюда. Хацкель? Так вот ты какие пейзажи пишешь. Мама, все художники рисовали обнаженных женщин. Как ты не понимаешь? Какой стыд. Что случилось? Кто это? Белла. Так она себя зовет. Ушел. Теперь навсегда. Он хочет стать художником. Откуда на нас такая напасть? Это я ее придумал. А она меня. Мои глаза. Моя душа. Моя жена. Белла. Вот так. Никогда я их больше не увидел. Остался навсегда у подножья высокой горы, которая называется жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok